Доходная часть бюджета увеличивается на 1 миллиард 71 миллион рублей, а расходная на полтора миллиарда. Соответствующий закону проект приняли сегодня депутаты ЗСО. Поправки в проект бюджета обсуждались несколько недель. Сегодня пришло время их принять. Мы видим, что уже ожидаемые дополнительные поступления составили миллиард 60 миллионов. Это наши собственные доходные источники. В связи с этим, конечно, сегодня вносим изменения в законно-областном бюджете для того, чтобы направить эти средства на первоочередные расходы. Около месяца депутаты фракции корпели над распределением средств. Губернатор Ульянской области регулярно проводил встречи и обсуждал приоритетные задачи. Большая часть средств будет направлена на социальную сферу. Мы, как фракция, жестко поставили вопрос по увеличению финансирования на здравоохранение. Начальная цифра была всего 100 миллионов рублей, и мы публично заявили, что мы не будем голосовать, если эта цифра не увеличится минимум до 150 миллионов рублей. Изыскало правительство, хотя говорило, что это невозможно. Эти 50 миллионов пойдут на высокотехнологическое оборудование в областной больнице, на ремонты нескольких объектов, на, допустим, кровли в 50 лет в ЛКСМ. Лидер коммунистов России Максим Сурайкин считает, что в Минздрав необходимо вложить как минимум миллиард. Естественно, пока такой возможности нет, но Сурайкин доволен тем, что 150 миллионов пойдут на оздоровление самой больной сферы нашего региона. Люди сегодня умирают. Нам сегодня надо в этот бюджет вложить все деньги, которые мы можем с других статей вытащить. Поэтому сегодня мы будем рассмотреть поправки, и там уже заложено 150 миллионов. Я их поддержу, потому что это очень важно. Минздравом, разумеется, не ограничились. Лидер фракции ЛДПР Дмитрий Грачев сделал акцент на помощь льготным категориям граждан и возрождении домов культуры. Большая сумма будет направлена на выплату заработной платы работникам бюджетных учреждений. Очень большой пласт касается финансирования ремонтных работ домов культуры в сельской местности. 23 миллиона рублей будет направлено на компенсацию выпадающих доходов по оплате железнодорожных пригородных перевозок. Поправки приняты. Средства направлены в нуждающиеся сферы. Губернатор Сергей Морозов теперь будет ежемесячно встречаться с руководителями фракций и комитетов по итогам заседаний ЗСО. Для большей эффективности работы к рассмотрению отдельных вопросов будут привлекаться члены правительства. Виктория Черкова, Юрий Ломатов. Новости Улправда ТВ. Новости Улправда ТВ.